Друзья, добрый день, с вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчану-Терми. Те, кто первый раз попал на мой канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Друзья, сегодняшний свой выпуск я хотела бы начать с ответа на вопрос, который мне задает мой постоянный подписчик, которого зовут Аркадий. Аркадий, не думайте, пожалуйста, что я игнорирую ваш вопрос, но я сознаюсь, я действительно забываю. Забываю. Сегодня не забываю, потому что Аркадий спрашивает, что же находится в нашем городе под ногами. У нас вот часть, смотрите, это там асфальт, конечно же, а вот при въезде в историческую часть города, вот я сейчас вот так вот переверну, посмотрите, пожалуйста, у нас здесь вот такая вот плитка находится. Вот здесь она лежит квадратиками, а в исторической части города она в виде елочки. Она не древняя, но это не брусчатка. Брусчатка, она какое-то время назад, она была в центре Кинчану-Терми, но она достаточно неудобная, особенно для автолюбителей. И, в общем-то, в туфлях на высоких каблуках тоже по ней особенно не походишь. Поэтому вот не этот мэр, а предпредыдущий, он решил поменять вот на такую вот плитку. Ну, она недорогая, меняется регулярно, хотя я хочу сказать честно, что не во всех частях нашего города она в идеальном состоянии. Итак, друзья, сегодняшний мой выпуск, он все-таки будет, наверное, наиболее понятным для тех людей, которые на меня давно подписаны. Если вы случайно попали на мой канал, и это первый выпуск, который вы смотрите, и вам мой канал заинтересует, будьте так любезны. Найдите, пожалуйста, еще один канал, который называется «А если честно?», или пересмотрите некоторые мои предыдущие видео, в первую очередь, которые были посвящены профессору Монтанари. Вы помните, что мы с Айдаром с канала «А если честно?», брали интервью профессора Монтанари. Вы мне задавали вопрос, Катя, ты пообещала, что вы с Айдаром, запишите интервью с профессором Монтанари, и это интервью будет посвящено холестерину. Будьте так любезны, я хочу вам прислать сообщение, которое я получила вчера от Айдара, и потом я расшифрую. Привет, Катюш, как делишки? Что нового, что хорошего у вас происходит? Хотела с тобой поделиться новостью. Мы тут связывались с Монтанари, даже предлагали ему поучаствовать в одной крутой конференции в другой стране. Тоже одна ассоциация проводит. Но он ответил нам, что... Короче, в общем, ему запретили любую публичную, открытую деятельность, то есть он больше не может давать интервью, выступает на конференциях, на любых открытых и публичных мероприятиях. Это он сам нам лично рассказал. Представляешь, все-таки додавили мужика, вот, заткнули рот ему. Вот так вот, вот так вот. Додавили. Я об этом знаю, друзья, уже несколько дней, три дня. Дело в том, что мы должны были с Айдаром записать еще одно интервью с профессором Монтанари, не только про холестерин, но и на другие темы, которые, естественно, животрепещущие, интересующие вас. И с Машей Шукшиной мы собирались записать интервью с профессором Баку, с судмедэкспертом. Аналогичная ситуация. Причем там угрозы такого достаточно фундаментального характера. Профессору Монтанари пришли опричники домой, причем это не самые лучшие представители опричников, потому что, вы знаете, я думаю, что среди полицейских тоже разные люди. И, ну, некоторых жаба душит приходить домой к такому профессору, как он, и его запугивать. Поэтому они на такую работу сами не решаются и отправляют, скажем так, людей умом скорбным, то есть абсолютно интеллектом неизуродованным. Но ему, скажем так, его припугнули микроскопом. Вы знаете прекрасно, да, что у него когда-то один микроскоп конфискован был. Он открыл фонд, значит, этот фонд смог собрать деньги. Микроскоп стоит практически 200 тысяч евро. Он эти деньги смог собрать, приобрел новый микроскоп, приступил к работе, и, в общем-то, ему сказали совершенно однозначно, что он его лишится. Более того, он лишится всех своих знаний, грантов и так далее, чуть ли не до лауре, то есть до диплома, до высшего образования. Вот столько ему было обещано. И, в общем-то, вы знаете, он ученый, он не политик, он ученый. И у него отобрать его деятельность, это все равно, что, друзья, наверное, у Спивакова отобрать его скрипку. Мы должны быть более щедрыми людьми, потому что они таким образом пытаются нас сталкивать. Вот, но мы должны друг друга поддерживать. Поэтому, то есть на данный момент, вот, с Монтанари вот такая грустная история. Другой ученый, которого вы тоже прекрасно знаете по каналу Айдара, там тоже пригрозили, у него и фирма есть и так далее. То есть с какими учеными это связано? С теми, которые открыли дело против итальянского правительства. Я вам во вчерашнем своем выпуске об этом рассказывала, что сейчас прокуратура города Рима, она пытается заархивировать то заявление, которое было написано. Пытается, но это не сделано. Конечно, мы очень большие энтузиасты. Друзья, ну, не расстраивайтесь, пожалуйста, потому что на данный момент наша ассоциация, она настолько большая, и кроме нашей ассоциации существуют и другие ассоциации. И магистрат Джорджиани не единственный магистрат. В том числе присоединился и еще один магистрат. Пока я имени не называю, потому что мы будем готовить интервью. Это очень взрослый человек, опытный человек. Он и адвокат, и магистрат, и он и политик. Им уже приходят угрозы, причем до такой степени угрозы, что ему приходилось ходить в полицию, писать заявление в полиции. И мы договариваемся об интервью, то есть практически уже договор у нас есть. Поэтому немножко терпения, и я думаю, что вы сможете узнать много интересного. И не из моих уст, дилетанта, а из уст профессионала. Что же происходит сейчас, и каким образом все-таки независимые люди, независимые специалисты, врачи, юристы пытаются навести порядок в Италии и привлечь к уголовным делам руководство Италии, в первую очередь конты. Я напоминаю, что в Италии весной погибло 35 тысяч человек на аппаратах, вот на этих самых-то вентиляторах. То есть абсолютно был неправильный протокол лечения, поэтому 35 тысяч человек погибших, это... Ну, сами можете определить, что это такое. Вот, более того, друзья, огромное количество врачей присоединилось. В первую очередь это врачи старшего поколения, которые учились по другой системе, по нормальной системе, не по схеме Бигфарм, потому что современные медицинские институты везде, они затачивают врачей, студентов, медиков не на изучение дисциплины, не на изучение медицины, а только на одни рецепты. Пришел, выписали рецепт, все. Пришел, выписали рецепт, все. И, в общем-то, таким вот образом работают на аптеку люди всю жизнь, они лечатся. Вот, поэтому образование медицинское становится слабым абсолютно во всех странах. А есть врачи старшего поколения, которые... Чьи принципы жиждятся на другом. Поэтому с Машей Шукшиной мы тоже запишем интересное интервью с врачом. Не буду называть, с каким врачом. Анонсирую, когда это интервью будет записано. Мы с Машей сегодня утром разговаривали перед ее съемкой. Вот, поэтому в ближайшее время все обязательно сделаю. Но пока никаких анонсов делать не буду. Сами понимаете, что у нас вот такая сейчас непростая ситуация. Кстати, самое главное, я забыла вас поздравить с Феррагосто, потому что 15 августа в Италии – это Феррагосто. Поэтому позвольте вот такую вам подарить открыточку из нашего города, из Кинчану-Терми. И пожелать, что через год Феррагосто будет радужным, радостным для нас, для всех с вами. Вот, поэтому я не могу даже определиться, продолжая начатую тему, как такое могло произойти, что в такой самой демократической Европе, что ж это за грипп такой политизированный, что врачей, специалистов хороших, не дают им рта открыть. Вот, что сейчас стоит вопрос таким образом, что если какие-то итальянские врачи будут сомневаться в прививках, они будут лишаться дипломов. Такого раньше не было. Раньше все-таки каким-то образом медицина – это была дискуссия. Вот, а сейчас медицина – это только одно. Это только препараты, это только прививки. Вот, друзья, поэтому спасибо вам большое за то, что смотрите. Я вас очень люблю, друзья. Еще раз бон феррагосто, и мы с вами увидимся завтра. Продолжение следует...